Секунд. Очередь команды сил света запрещать героя. Очередь команды сил тьмы запрещать героя. Итак вот они Hellrisers и London Conspiracy Dota 2 на наших с вами экранах. Это вторая игра в серии, первую игру только что Hellrisers успешно скопили в свою чашу, в свою кучку. В общем скопили себе, забрали, победили. Кидали своих противников по разным сторонам. Раскидывал в основном конечно же имба спирит. Ну и он вынес все артефакты Как-то пазл валили ему это делать К сожалению, мы с вами не какой Ну а может быть не то, чтобы к сожалению Ну в общем, это просто Кэптэн Смод Во время второго Противостояния на второй карте У нас просто Кэптэн Смод Просто 10 банов, 10 пиков 20 героев И вот как-то так Ну может быть каких-то интересных нам будет сейчас Пуджея показывает Там еще чего-то Ну или же решат Со всей серьезности Отнестись к игре И серьезность будет просто Из всех Щелей лезть наружу Ну окей Не против, я не против Главное, чтобы игра была интересная Она может быть интересная и с стандартным каким-то пиком Кстати, вторую игру в Нан Конспирасе решают играть С андагом, очень понравился им этот персонаж На рандом драфте Взяли они и его И Виверну Давай Кускара сразу Вот год дэм Вот прям четко Кускара Вот вообще плевать на все остальное Сразу Кускара пика и погнали Кускара пика и норм Мы Настя забирают Бэйн тоже понравился Хеллрайзерам Как играл Команды сил Но был с противником Бэйн Солен управлял Ну и в принципе Да, Бэйн был неплох Вэрочку Провели в банк Очередь команды силу Привязывала И сюда, конечно, получалось Ну получалось Гернаута Ух ты Очередь команды сил света запрещать героя Ну вот и гернаута Он может быть активным с самого начала игры И ондайнг ему в этом весьма-весьма помогает Ну потому что и сам ондайнг По себе такой активный парень Может быть полезным С самых ранних минут Ну прям вот в дебюте встречи Один из полезнейших персонажей Как джиггернаут, так и ондайнг Ну верно в том числе Ну в принципе сейчас такая дота Которая стремится к тому К тому, чтобы Как можно более полезные герои Были сразу И эта полезность не терялась со временем То есть вот чтобы ты был Крут на первой минуте Точно так же крут на десятой, на пятнадцатой И на двадцатой, на тридцатой И ну там даже на сороковые и пятьдесятые Потому что согласитесь Полезность Виверны Ну она не уменьшается со временем То есть ультимейт И в лейте И когда угодно у него очень полезен А если Виверна еще как-то расформится То будет у него рефрешер Будет два ультимейта Ну прям Совсем шикарно Два раза полезнее Дополнительный Ну хотя Офлайнера неплохого убрали Вот видите Дума отсутствует сейчас Вполне может быть рассчитывали на помощь Именно Дума Хеллрайзерс Королева боли Ну против Капы и уже будет Бэйн стоять С помощью Ну точнее не Бэйн с помощью А кто-то с помощью Бэйна Кто это будет Кто это будет мы узнаем Вот на протяжении трех последних Которых Которые еще предстоит совершить год Думу Может быть он сейчас Мидера возьмет Может быть позже В принципе какого-то саппорта Можно добрать Или же оффлейнера Если Сландар будет на позиции Такого ромящего товарища Осталось пять секунд Минута Дополнительное время 40 секунд дополнительного времени Еще год дыма есть Поэтому спешить пока что некуда Половина драфта уже практически прошла Два Ну да Даже больше половины Уже четыре героя забанено И два пикнута То есть шесть персонажей С десяти Четыре хода Осталось совершить Год дому Нам будет надеться Там вот Те Хода Которые предстоят в победу Руби наберутся Интересно Интересно Почему интересно Потому что Руби как раз тоже Персонаж Который не теряет Свои актуальности В поддержании игры Потому что Имеет возможность Ворвать вражеские ультимейты Согласитесь Ультимейт У противника Весьма Весьма Впечатляющий Королева Здравствуйте Скрим Соник Вейв Винтер Виверна Естественно Винтер Кёрс Но там возможно Есть какие-то еще Интересные персонажи У которых У которых Так же можно Украсть Что-то Что-то сладенькое Может быть Какого-то Вивера Сейчас возьмут Вообще Бестмастер Окей Очередь Командар Бестмастер Готовы Толкать Готовы Кор-героям Ключевым героям Ключевым персонажам Убивать Противника Кто же будут Эти персонажи Ну можно Берст урон Набрать Есть несколько Героев Которые Отходят На эту роль Как магический Так физический Урон Если Слардар Есть То Темпларку Можно Спокойно Пикать Можно Брать Давайте Подумаем Кого В кэри Если Темпларка Появится Так 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 О как Очередь Команды Света Зависит Больша Дэс Профит Весьма Весьма Интересно Интересно Ну С Дэс Профит Вот такая Стория Друзья Я думаю Все мы помним Что была Она крайне Полезна Крайне Актуальна Крайне Востребована Одно Время 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 Решили Ее Немножко Опустить Ну То есть Слишком Она Была Какая-то Инбовая На то Время И Уменьшили Увеличили Точнее Кулдаун Ультимейта То есть Стала Она Не такой Востребованной Вот Дольше Вроде Он там Перезаряжается Соответственно Там Какие-то Проблемы С этим Меньше Меньше Время Полезности Она Может Быть И Плюс Какие-то Другие Тактики Стратегии Появились Там С Берст Демеджем Там С Леоном С Линой С Квапой Которые Ультимейт Загрейдили В чистый Рон Ну И Вот Эффективность Death Profit В связи с этим Несколько Упала Но В то же Время Добавили Такой Замечательный Артефакт Как Октарин Кор Вот Который Кулдауны Как раз Уменьшает Соответственно Если Death Profit Собирает Этот артефакт То он Останется Даже Лучше Чем Было Раньше Кулдаун Ещё Меньше Смотрите Допустим Сварм 3 секунды Кулдауна Ну Видите Здесь 8 Плюс Пассивочка Которая По секунде Снижает То есть Ещё Минус 25 Процентов Итого 3 секунды То есть 3 секунды Она То здесь Там 141 Секунда И ещё Минус 25 Процентов Ну Тут Я Конечно Быстро Не Посчитаю Но 25 Получается И 41 35 Секунд То есть 110 Секунд Что Такое У меня Получилось 40 Минус 35 105 Даже Секунд Ну В общем 100 Секунд Короче Немного Очень Даже Немного Спектру Решили Забанить Интересно 10 секунд Но Всё равно Проявляется Товарищ Выбирать Героя Ну Как бы Теоретически Можно И Хелл Райзером Добрать Какую-то Нагую Сирену И Давайте Сражаться На Иллюзиях У Кого Ж Они Лучше А Кроме Иллюзий Ещё И Банша Есть Так Что Вообще Прекрасно Всё Можно Конечно Антимага Попробовать Там Или Данечку Набрать Но Осталось 10 секунд Ну Вот Не знаю Как бы Играть Там Пятером Четвером Без Антимага Плюс Ещё Банша Тоже Надо Расформиться Можно Пробровать Луну Взять Валумительное Время Луна Давно Конечно Не заезжала Луна Крайне Уязвима Потому Что Мало У девочки Но Как Вариант Давайте Что такое Вообще Неожиданное Чего Мы Ну Никогда Не Ожидали Вот Какой Так Ну Не Кэрри Венга Конечно Но Какой Нибудь Там Кэрри Войт Или Луна Луна Друид Допустим Ну Вот Тоже Тоже Неплохо Тип 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 на пила у нас появляется ага все вообще по-другому смотрите у нас будка рис лордар а теперь со будет о плей ну окей в общем то интересно это тоже лучше наверное чем могло бы быть посмотрим как кооперируется большая месяца с лордаром ведь у нее тоже прекрасные сестры наносят физический урон соответственно под ультиматом с лордара вроде бы как эти сестры должны наносить крайне физический урон совсем физически просто физически на всю голову урон и и соответственно дэмэджа должно очень много приходить противнику паузу против винтера виверна ну а в паузе мы напомним вам друзья что d20 л christmas charity magic замечательный турнир который стал возможен благодаря помощи и поддержки таких партнеров как twitch g2a так что вот спасибо им спасибо парням за то что вложились то что помогают за то что поддерживают игроков за то что поддерживают доты комьюнити ну и сама комьюнити уже поддерживает я думаю их заходят на эти сайты там делают ставки совершают покупки обмены и так далее так далее взаимовыгодное сотрудничество вот такое вот пауза связано у нас с чем с чем с чем с чем ни с чем мы не написали чем-то попала может быть обнаружили вот а и кисли решили прочитать кто же тоже здесь были чемпионы какие же команды были чемпионами новотимые тоже экскурс в историю строя 1 international который когда-либо проводился был выигран украинской командой navi natus vincere рожденные побеждать это дало огромнейший boost к развитию доты на просторах снг и вообще в мире потому что это был самый крупный призовой фонд 1 миллион долларов второй второй international выиграть китайцы сражались не финале с командой navi и к сожалению на пятой карте пупей и ласт пиком взял 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 никс ассасина и этот никс ассасин ничего не смог сделать и айджи праздновали победу дальше было время господствования альянса призовый фонд роз и альянсы с помощью и вот и не тоже против navi тоже в драматическом весьма поединке разменивались с тронами там сбил с 4 тп хи парням дэнди куи в пупе хи дэнди потом рассказывала что не хотела найти на этого рошана не нужен был этот рошан но решение было принято игра была проиграна на четвертом интернешнале который состоялся на тринадцатом году почему-то 2001 написано что произошло победили опять же китайцы и победил господин xiao 8 директор 9 тогда была агрессивная дота финале они сражались против вич и гейминг если я не ошибаюсь но против ротики они сражались ротики там четыре игры или 33 один закончил тогда противостояние и там практически в каждой игре он пикал фуриона и себе браула вина мансера ну а последний драфт вообще был чудовищный победили за счет драфта там doom и брюмастер был до начала сражения как у тебя сцеплять бобината бросаем экскурс потом продолжим в общем то когда так случилось что был вивер у вг а против него взяли дума еще потом брюмастер был тоже против у него по моему doom был ну короче там в общем очень жестко было по драфту проседание погибли но типа на последнего интернешнала егэ все вы историю помните команды золушки битвы сиди ситс дек которые из wild card и прошли по виннерам но все-таки не смогли егэ одолеть дважды то что один раз они отправили их лузера во время очной встречи в верхняя сетка коротина пока что непродолжительная но история но интернешнала если первый призовой фонд был миллион там 700 или что такое за первое место миллион давали дата напоследуем интернешнлый призовой фонд был уже 16 миллионов так что каутная история доты интересная познавательная увлекательная но в общем по лайнам давайте смотреть как-то я немножко задумался тоже просит так вот у нас бивер перемещается опять пауза значит здесь шашлот стоит один против троек но уже видимо против двоих то что перемещается дань необходимо помощи дима клапин что такой звук то мы же улетели отсюда а все пропал андер шок на бэйне центре с афоней против них стоит без мастер кстати кефка чего поняту же решил уйти пицца а ну не тоже решила именно у него были проблемы до пакеты потерь пакетов теря пакетов ну что ж надо искать пакеты друзья ищем все пакеты срочно помогаем искать хэлл райзерс пакеты чтобы они их не теряли и вернулись как можно быстрее в игру а вот почему-то звук потому что сюда уже тп делает звук и там и здесь как в мультике вашу маму показывают и здесь и там что за чудеса что за чудеса техники лол я сразу ты не понял такое переключает и тут тоже звук дота дота сюрпризы постоянные сюрпризы пока времени прошло постоянно удивляет ну возвращаясь к теме с интернешнлами я думаю почему нет у нас же новый год по сути время подводить какие-то итоги можно немножко позволить я вспомнить какие-то ключевые моменты какие-то замечательные игры я думаю может быть даже многие из вас захотят пересмотреть какие-то матчи в принципе некоторые финалы самого интернешнл были интересны некоторые менее интересные но в рамках интернешнл а были в любом случае очень крутые игры достаточно свой тигру navi пролив муж и когда в эрка знала егис когда пуш там хукал ну дэнди с пупеха и это вот пуч и чем когда они герокоптер на фонтан со егисом отправляли это было вообще нереально вот ну очень 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 круто играли тогда вот игра была по моему за выход не помню финал может быть то есть это вроде как нижней сетки ладно не суть но игра была очень жесткая и там так сложилось что все-таки navi выиграли были еще игры против lgd у на ави на втором интернешнл или когда вот этот лог пока башечка вот здесь как раз происходило тогда нави шли по этой вот линии с маке их обходили лгд через реку заходили вот сюда вот так вот нага давала сон и духа подходил давал рэвидж но успел лос прожить бкб дал под себя black hole потом рубен нем где играл час воровал рэвидж там дал в ответ почему историй хватает в доте друзья историй хватает и на прошедшем мэй жире тоже хватает истории команда у джи которая нежданно негаданно взяла да и победила команду секрет в общем каждый день новые истории рождаются в доте кадре новые герои каждый день новые ситуации новые какие-то драфты появляются у нас новые герои новые стратегии поэтому мы любим доту потому что несмотря на то что не ввели еще от лорда но героев хватает и ситуации тоже с ними хватать возможных но чё-то пакетом уже собрали уже наверно все снг собрали же пакеты по всему снг уже насобирали в офис хеллрайзер при приехали пакеты спрашивать спецом чтобы спалить ворды на твиче но ищем пакеты рвотяги да друзья давайте искать пакеты и все пакеты посылаем по адресу вот афоне хэштег афоня пакеты одним словом по-русски афоня пакеты пишем 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 туда лови наши пакеты афоня познать вот когда дудос это наоборот да вот терять его пакеты там значит забивает ваш канал всяческим мусором а мы наоборот мы анти дудос мы наоборот свои пакеты отдаем take my energy да вот американцы любят говорить там хэллрайзер take my energy а мы хэллрайзер take my пакеты вот-вот они пакеты-то зашли фониджи спасибо вам друзья за то что поддержали наших за то что передали им свои пакеты пилбет спрашивает солен погоди там сейчас три миллиона пакетов при кита фоне только же нас смотрит сейчас и can do and молоды но ничего ничего давайте горит продолжаем будем надеяться что и будет хорошо ну благо не на паке играет вот что для пока каша очень важно не терять пакеты смотрите пакет это теряет а хитрец добивая там под тавером под вражеским что-то не все так плохо еще одного добил 3-4 даже больше добил чем убил вармута . я я но этого убил крипа ладно 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 нужно смотрите полторы минут у нас уже прошло такие вот статы не самые конечно большие но и время собственно мало еще время мало прошло 4 4 4 3 4 2 4 0 кстати 4 0 ушать шло ушать шло на прошлой карте на бэтрайдере вот он был а адски полезен вот прям совсем просто было стрием атаки команды хелл райзерс он был тем вот раскаленным ножом который входил в масло и он был самым первым самым первым всегда самым первым бежал врывался и собственно доставлял неприятность словно консперсии поэтому должны очень внимательно следить за его тимбер 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 со то что этот тимбер со будет делать бобо бобо вроде бы хотят сделать бобо бобо лордару который так получилось тоже стоит один против двоих трипла образовались в центре у хелл райзерс оу аккуратнее придет репла до трипла чтобы он визитом бегает годом но я ну как бы он теоретически то может взять телекинезом кепку и бросить вот сюда допустим но он по этого не делает не знаю смогли бы убить может быть действительно посчитали что он же не хватает грубо говоря тут там 150 урона здесь еще 90 и там плюс руки какие-то тычки ну то есть парни видимо обладают математическим складом ума и могут сложить цифры добавить там возможное количество атак с руки которые они нанесут и приняли решать что не стоит затраты маны и ресурсов умственных там так далее временных на то чтобы попытаться забрать бестмастера потому что это не выйдет не получится хорошо тоже как вы видите задействует киллочку но опять же пока у парней крайне сложности нас потому что саппорт и они ну не активно помогают они правда делает вот здесь вот так и так правда только один ну то есть в одном в одном в одном споте даст так центре ну возможно небольшая помощь для больше потому что афоня стоит крайне охренительно 20 на 11 в то время как у кевки всего лишь 7 на 4 но он другой стороны милишник но у него кабаны есть ранжевые как будут донать своего кабана но афоня его не боится вообще опять вот начинают начинать потихоньку пробивать там руна была задействована а так еще и смог в дополнение к руне но может быть сейчас заманит на себя шачло в принципе 700 хп у лансера не самый большой хп пул для четвертой минуты можно попробовать его развалить вот там пингуют рубеншу давай цепляем хорошо убиваем окей пошли фейтбол ну-ка 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 так где настоящий настоящего нашли быстренько вибрються бросили джелопи назад пытается там прокрасить его шачло еще пару ударов пару ударов 100 хп остается но нет верно заслепана и не убили джелопи нас развели его на хилял очку ну хоть так уже плохо и 720 здоровья может быть если бы был какой-то третий там левел у байна или тому рубена но где же третий лаву а то набрать пока возможность этого сделать нет папы 4 он донго 3 удар ну так вот видимо ставка все-таки делается на большую лордар нужен только лишь для опыта открыть и как играть правильно ultimate качает на шестом левеле помните вот засиль это большие было они вообще ультимат не качали до 9 а тут вот в жертву допустим там вич крафтом да у нас будет куда он меньше там больше да на секунду но зато у нас ультимейт есть мы если что призовем сестер которые помогают наносить урон просто будем быстрее бегать допустим ну и так далее река ставать скиллы но все таки два скила лучше чем один согласитесь более 2 какие кило с другой стороны и ну то есть как бы получить просто экзорцизм но не значит там взять ультим его на что в лево это не значит супер молодец на смысл брать его там на шестом седьмом восьмом левеле но нам до девятого грубо говоря пораньше для того чтобы его использовать если ты его взял на шестом а использовал на десятом первый раз то действительно зачем выбрать реально форми себе там сначала первый третий скилл вы прокачивая потом возьми себе там о плату так вот благодарна брали но немножко продевали этот эпизод ничего страшного это всего лишь фернцы влад все еще быть впереди так вот если ты как бы не пользуешься благами цивилизации да если ты ультимейт подлегалась прокачал вот потом не знаю что действительно зачем он нужен больше конечно за пассивку разыгнали не атакуют но старую пока пассивку естественно не разгоняет но вот амплифайдом когда-то у него появится вот тогда будет очень серьезно можно будет какие-то точечные цели прямо ну вгнобить гнобить урвал 7 урвал 7 присутствовать и рубан какой-то хитрый план горишь давай перемещайся сейчас вот или данчик на центр какой-то добил то мне показалось что уже все но однако не прокнула ему удача что все монет заработал самое минимальное число которое можно за телегу получить обидно конечно так и смог а вот там говорил горит мы сейчас придем я приду и заюзая смог и мы с тобой побежим но и к сожалению там время подходит к тому чтобы руна появлялась и вот да пошли руну проверить так охлопата путем этом быстро черный брон забыл 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 забирает хорошо вот теперь можно попробовать еще подраться если если что но к сожалению ганг не удался потому что бежали по реке вот чем проблема их там обнаружили смог был развеян соответственно приняли если бы бежали немножко по-другому то есть вот вот так вот так подбежали да на центр история бы была может были успешно но опять же тогда возможно не забрали бы они руну а хотели через руну пойти но вот видите хотели не так случилось есть такая пословица на украинском языке но так стало себя гадалось а которая очень хорошо описывает вот этот момент пара моль пока что пока два пока ноль но это еще не говорит и 8 левел witchcraft на максимум есть ультимата по и но другой стороны как бы если у вас есть ультимата знать что вы его можете использовать да то есть не обязательно выходить его использовать там эти прям атаковать но если на вас допустим нападают это какая-то ну вдруг необходимо возникает вы можете его использовать да если у вас его нет естественно вы использовать его можете поэтому и наверное лучше его иметь чем не иметь потому что вы можете подстроиться да под ситуацию то барин шаттыш также как и разор или там какой-нибудь сф или допустим 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 алхимик или может быть штор тоже может эффективно оформить эти вот стаки в лесу одна и для нее делались таки она забрала пропа будет наверное you ну как минимум одна дорогая часть от юла уже имеется и вторая чуть меньше дорогая но тоже часть тоже пьюла и через свои дыра через потех у банча справится но будет плотнее будет чуточку плотнее там напали на лансера так 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 как ультимейт повесить вот как больно то физ урон то проходит ты еще магический урон тоже тычки-тычки так крик прям в лицо там был посоле и вот они прекрасные сестры нападают просто на все что движется ай погибают с лордарчик но афоня там буду забрать вопа кортик бросать если ультиматом по твоим ай все-таки был ультимейт афоне больно афоня погиб он просто там на хайсте пытается придумать как-то разменяться хотя бы вот кого-то стики еще есть надо подождать пока пройдет и заканчивается хоста слушать как манит то так 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 он заныкался андер шок андер шок вот это вот что что произошло но 4 0 конечно произошло но андер шок молодец запрятаться поставки никто не идет да ну ладно я т.п. я что я все я т.п. я вхожу ну клопа конечно отличную позицию заняла по двум попал он собирает себе саленс но саленс против баньши с юлом особо сильно не зарешает пока нет плотности вы видите в баньшу да с сестрами быстро разобрали и с лордарчик тоже подставился там так 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 вот хорошо стан видит настоящего джейлопи бьет настоящего джейлопи ульту из настоящего джейлопи дальше за ним да ну нет не за ним потому что виверна там было виверна 5 левела но внизу уже активный рубен бросает кевку назад фейд болтом тоже там подходит подходит андер шок слипой там ба стоит но мы уже раздержались а грим год дыма не приятно да неприятно но уже поделать однако чушать слов не сказал твоего весомого слова есть него 9 кстати если что лэвел дачных пола лопатку посмотрим у него практически топовый 2 9 10 у бестмастера к сожалению ну пока это не самая главная проблема команда целразер сама главная проблема будет впереди если все таки не сработает укрепляться с лордары с профит панетворца пока тоже история весьма неплохая диста что к своему визави стандарт проигрывает поскольку у лайнсер 3 600 а здесь 2 300 но такова была судьба сложной линии думаю изначально понимал что все будет у него не так прекрасно и солнечно как хотелось бы но сможем на квапу напасть прода блинку нее есть оттп есть у квапы папы тп целых два смог топоры отбрасываемся пилой чтобы замедлить там таких наглых товарищей парней к что что мы делаем афония понят делает т.п. стали повесить царь ой хорош повесили саленс и и за долей с фармом отлично пытается уйти и запрет гангер но станы его тогда за первый фраг даст с команде хелразер продаст флинтер бластом там биверна чуть не забрала с лордара чуть не считается подхиливая там у афония бросается что-то в летучие мыши же да то у него там не такая банка как там есть у которой юбка в виде бабочки они там бабочки смертельными бабочками бабочками зомби как вам бабочки зомби бабочки зомби двигаться какая-то из компании мультипликации которая занимает должна взять на вооружение и создать мультик бабочки бабочек зомби то почему нет сейчас модно про зомби снимать все сериалы и фильмы что угодно про зомби и игры вот мультик бабочки зомби так вот бабочки зомби помогают забирать рошана егис достался кому достался егис остался эффективному персонажу на данный момент в хэлрайзер это тембер со окей окей ну и на т-1 нападение верхней линии атакуют правда здесь уже нападают на т2 как бы атакуют но будет т.п. будет т.п. от самого эффективного товарища шачло так кабана замедлил добить бы телегу не получится потому что и забьет на царе линии атакуют башню сил света на нижней линии а центр на но вот эти как-то пытаются воду конспираси избегать прямых сейчас сражение и просто забирать товара но может быть то же самое пытается хэлрайзер не драться а просто кушать там что-то размене на прошлой карте действовать башню запуск не получается прилетает а виверна и он даем и готова не а вот 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 надо уходить отсюда слишком долго слишком много времени здесь провели хэлрайзер задержались поэтому вся команда просто перетягивается волну конспирасе и готова не встречать противника но нет мудрая было принято решение координатором просто разбежаться разойтись по графикам история у нас вот такая вот преимущество по голде у лондон конспираси полторы тысячи но по xp ведут вот так хэлрайзер но больше времени видимо вместе проводят л.л.с. пила он правда и виверна быстро крипов которые на защиту тавров приходили убивает интересно кому все-таки достанется тавр здесь крипов нет поэтому кому-то определенно из героев он достанется квапе а квапа делает т.п. но она отменила т.п. еще одно т.п. отменили вот ну все т.п. просто 3 т.п. отменили пошли драться или там отменяли т.п. ну шачкло не мог отменить поуру и шачкло егеса дал через ультимейт кепки понятно сейчас он воскресит и может быть даже подерется и виверна просто ультимейт использовала бэйн его заслипал хочу должен уходить давай 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 шачкло ежи тимбер чейн хорошо ушел спасся афоня подбросила ветра час бисмастера дал палец сестры и сестры летят сестры бьются но самому афоне тоже больно потому что желоби пришел сейчас на афоне напал просто текучи иллюзий убивает большую большая считает вместе со своими бабочками зомби и вот пока что не очень хорошо все получается но хотя бы квапу забрали так сорта отбывается отлично бэйби бивер погибает ок дальше за кепкой можно погнаться можно там еще блин через три секунды стики стики ну стик маны наверное не даст она рубенчик топоры в ответ кепка тычка еще тычка и брейнсапом бэйн три пылки оформляет вот смотрите как вроде все было неплохо на больше усагались больше убили но зато потом вот смогли продолжить сражение и как-то походу даже и выиграли этот факт 1208 ну бэйн конечно 1200 заработал 1205 остальные персонажи ну крайне мало некоторые даже потеряли но зато он на эту тысячу ну правда что на эту тысячу он там форстаф начался паку а ну арканы каны арканы как минимум timber будут полезны если это будут арканы так квапа здравствуй бэйби найт бэйби найт ходит ну и больше уже имеется виталийте бустер может народу фотосия приобрести еще 2000 нужно для этого может она выйти в блатстоун в соул бустер потом в акторину что угодно может собирать час афоня может быть все таки с рода фотоса стоит начать во первых замедляет противника во вторых ну не так что дорого стоит и как бы пользу уже приносит так сварм стайлен окей ну и ул да и туда ну зато знаю где настоящий еще и забирает крипов хорошо но на баньшу нападает будет там бада там был поставили больше замедлено все-таки 412 400 392 она очень быстрая очень быстро вот еще одна прелесть этого персонажа слишком быстрая ну слишком быстро вот прям как будто бы усейн болт но только в женском обличии ага но если накачать лицом тену болту то ему тоже будет больно но что-то вот решила пофармить ванша но вот не дали теперь то тем временем капу прикончил что тоже неплохо в орион джонс вот башню сил тьмы на центральной линии мэрион джонс тадам фэйтбол заканчивается там куча иллюзий подходит числа датчик может ворота в троих в троих строительство и даже есть тп от тиммера и все разбегаются не хотят ну вот на кого но кепка уже кричал этот ультимайта то на нем есть ультимая центральной линии так тимбер тавр не отдал выходит по фарм на первое место и клопа и бестмастер но их пока ситуация устраивает на карте однако все может случиться так как было в прошлый раз вроде все неплохо а потом против начинают ну это артефакты получать и вроде как уже выгнут на эти получать третий некрономикон но и бладстоун ушать слой имеет 1600 кп про немало но броня стакается броня стакается реактив армор имеется максимум эффектов правда 5 по первом левеле но этого наверное хватает так 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 врыв хорошо на андаре там есть тамба остались надо делать пила билет андар погибает по шестого ультимейт но много демоджа он не получит попал чем это ох это все таки много демоджа будет там айсалинс получает салтар ничего не может сделать стики проезжает салтар где стал сам не дает все таки но тут сейчас засунущает байбэк сделать ты плау там дуршок как-то пытается уйти уходит и на хосте бежит кафка кефка точнее бежит бежит кафка немножко из другой оперы банджа отключилась ну шачло через секунду будет тимбер чейн если выбежать из лесу то можно куда-нибудь вот сюда вот арсиву а он просто пропиливая даю так ну все это вот уже не забрать плюс у него есть блатстоун который может его задумать хотят пары там за ним а линс но нет но нет 11 на 6 но большой зоопарк видите 4 мончика пошли они уже т2 обрабатывать кабан танкует папа крипов убивает а теперь вот так долго не кроме кона куда может при агрить его а вот тут решил андершок забрать денежку для себя зарабатывает вот именно уже и арканы и клака имеется так 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 годом с глимером и годом хорош так украл что-то ухты пейтбол танк сардара сардару больно сардара пробивает но больно и андайан губ пришел шачло с ним разобраться отступать за сквопатом кричала но очень быстро убивает вот так вот разбирается не том юл по виверне сален алис по тарифу просто вверх не больно просто вверх и кепку 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 дабл фил оформляет прикончил на их 11 на 9 вот так вот смотрите отвечают хелл райзер говорят что да мы готовы мы готовы готовы ли вы башню сил тьмы на верхней линии атакуют ну ситуация смотрите какая если по товарам смотреть всего лишь два осталось у хелл райзерс у противника 245 атакуют пирилы света укрепили свои сооружения 4 наш насел за спросят забирать ну и очень важно вшина денежка ей необходимости золотые запасы и опять не получается добить телегу да что ж такое что же не постоянно тип подставляются телеги так чтобы не убить их ну с крипами все попроще новый рошан 12 но через две минуты грубо говоря появится посмотрим что афония сделать и но ему в отличие вот от тибера бладстоун покупать не стоит просто потому что его пытаются первым вырезать соответственно много зарядов у него не будет моды как-то плотность выходить у тактарин там может быть шива какая-то рудофотос все это добавит ему плотность и встреча встреча побежал 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 давай санвай сан по андайнгу накричали на сардара ему больно но даже еще больнее андайн сейчас погибнет там был поставил сайлент на андершоке летают сестры сестры бьют давайте кепску просто побить кепску еще чуть-чуть за кепску погибает вот так вот еще и там уже покусили вверх на пределы ультимей дает в афонию провал кричит папа да там ахуяй вот у мэпу не погиб но держит беймена держит теперь рубик должен был забрать пытаться попытаться забрать там холодный бред смечет рубик украл ультимейт хорош а чего там дальше наверху убьет просто заслипали там они столина и столина с руки просто голдым что ты творишь просто ворудок голдым украл все что только можно 4 в 1 разъялись ну вот 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 это банша которую все фокусят все пытаются ее убивать и за счет этого проигрывается файт потому что пока убивали баншу убили нас 1622 монеты зарабатывать команда хеллрайзер зарабатывает меньше всех потому что она в общем то теряет если честно но зато оставшиеся члены команды зарабатывают неплохие таки барыши point booster point booster ну это солд бустер будет в любом случае но но вот я бы не рекомендовал реально блатстон покупать актарин и вот это это нормально катарина все будет хорошо когда буду мать тиммера можно там все пропилить чертовой матери и войти побить кого-то нет пока них а тут как-то используют коллективная мана восполнения хорош она нет наверху ага и тимбер юлси приобрел но чтобы не затыкали вот так 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 хотят на плюсе пошать шло но осколки не отразились никого потому что слишком далеко были остальные персонажи хотя драться с рашаном на рашане против хеллрайзер лондон конспираси юршин появляется ультимейте практически у лондон конспираси все есть кроме ультимейте королевы боли но у нее он появится через минуты у хеллрайзер спорта тут ультимейте афоне однако тоже он появится через 15 секунд вот какого можно сейчас финт ушами сделать со стороны конспираси и зайти быстро на афоне забрать его без афоне думаю на рашане драться не будут так полторы ты пиво фоне ну-ка 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 прыгаем 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 находим даем сразу же назад развили как бы на скил на там было так вот ультимейт правда очень больно сардару не уйдет отсюда быстро среагировали лондон конспираси поняли какой-то момент хеллрайзер что далеко все-таки зашли готовы драться противники и противники сразу на рашана но потеря сардара на 30 секунд наверное не убьют рашана там сейчас будет пытаться мешать сардар может прилететь тут в принципе недалеко на т2 потом форста блин уже в рашпите так 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 чакрам полетел кубе просто все про тела и тимбер больно там саленс по год дому год дому кольцам в глимере тигра нашли ну а тимбер уже не просто погнали все родникова рашана лондон конспираси хорошо на там там где у тебя ищите башню сил света этой реке никаких рашанов для вас нет ну и вот собственно сардар прилетел а теперь можно и зайти побить его ну а фоня ультимейт тратит очень быстро это вообще сверх быстро но бит посмотрите посмотрите бурток хп заканчивается быстрее чем я закончился сардар аква ультимейт потратила только один товарищ кип а мне больно афоня там его пытается как-то спасти сделать и на хайграунд запрыгивает ай джелопи ай джелопи ай джелопи ну заметьте же джелопи 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 держится в офис гриппа джелопи погибает папа есть подходит а нам все таки ну два в один шашло что-то придумает там сайленс на андершоке хлопа за андершоком шашло помогает шашло убивает все что там очень всех очень мало хп шли шашло давай теперь шашло проблемы дабылки все-таки сделал бэйн сейчас убьют а шашло давай 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 хорош спилил виверну а егис отдает там принципе некрономикон который ману его высасывает но неважно годдем пришел хорош годдем на блинке окей зацепил киевку и шашло помогает киевка а киевка чуть-чуть остается у него хп есть и ул палец но просто в руки добились руки там топоры полетели в тормога джелопи погибает и годдем и и бис мастер киевка и байбинат ой лол чуть не погиб здесь и июл нет откате был you но я гис отдать пришлось 17 равная битва произошла но конечно плюс для конспирать но тут как плюс квапа заработала видите полторы тысячи больше никто не заработал здесь заработали два персонажа бэйн устать и бэйн зарабатывает плохой такой периодичностью возможно у антаршока какие-то появятся еще более интересный факт что может быть какую-то медаль вынесет девятнадцать зарядов в блатстоуне шачло просто не остановим не удержим 716 у него 3000 на руках пора бы собирать аганим такого вот у меня ощущения джелопи уворачивается от пилы а у него есть уже а у стан у него есть ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой я бы ты был сразу давать стану что ж такое то ну как так и в итоге туда работают ультимейт работает и кто подходит бить ну как-то не могу он там там дэмэджа внесет ищи промахивая сейчас пояса на это себя дэна и дэна и думает уйдет засыпал его бэйн джонда же очень Самое верное решение, но это была ошибка от Стардара, она стоила башню сил тьмы на верхней лизии, атакуют. Зачем сразу дай ты стан, потом повесить ультимейт? В чем такая необходимость сразу ультимейт решить? Я понимаю почему, то есть как истинный знаток доты, значит, или дан, понимаешь, что его урон уносит физический, ну, скилл уносит физический урон, типа он физический, вы видите, да? Соответственно, если повесить сначала ультимейт, а потом дать скилл, то скилл нанесет больше урона. Ну, иногда нужно просто дать тупо стан, ну, вот не надо давать ультимейт, не надо, просто стан, просто дизейбл. Потому что тимбер все равно рукой не бьет, тимберу твой ультимейт не нужен. Сам ты тоже рукой бьешь со скоростью вот одна атака в секунду. За время дизейбла ты там нанесешь, ну, один удар, да, полтора удара. Урон этот 225, там, ну, даже если ты 225 нанесешь, там, учитывая, да, весь минус армор, весь simplify damage, ну... Не, ну, хотя это, конечно, можно зарешать, но не в такой степени. Ну, то есть, как минимум, короче, ультимейт, ну, не так важен, да, для данной ситуации. Если бы там баньша была, то, конечно, ей, как бы, чем меньше арморового цели, тем лучше, но... Да, Ктарин, хорошо, Афония понимает, что, вот, его задача танковать. После Ктарина должна быть Шива собрана. 19-17, давайте еще раз графики прочекаем. Ну, вот графики, да, в пользу команды, кстати, Hellrisers по голде и по XP. Ну, правда, это, как бы, преимущество незначительно. Ну, и лантер, который все-таки может. Лантер, который смог. Не так уже все-таки, как в прошлое, на прошлой карте подставляют вот эти ганги. Точнее, ну, да, ганги. В Lonson Conspiracy более, как-то, аккуратно играют, и это приносит свои дивиденды. Пожалуйста, 3 секунды, здесь 8 секунд. Ну, так, ну-ка, ну, я 110, там, во время драфта, вот, 108, ну, примерно правильно посчитал. Нет, я даже 105 сказал. 105, ну, в общем, где-то угадал. Ладно, не угадал, я же все-таки считал. Рубик-то, смотрите, почти с аганимом. Тысяча 300 не хватает. Силы света лишили врага награды за башню, наверное, ввели. Та, клапани, отдает тавр, наконец-то, ты один упал. Хотя бы таким образом. Здесь можно найти кепку. Кепки бы тоже какой-то, может быть, аганим начать уже собирать. Потому что до 32 минуты, не корономикон, это все прекрасно. Наверное, нужно уже как-то еще артефакты, еще, не знаю, артефакты, еще много всего. Слушайте, ну вот спирите тут деревьев, чего же его не видно-то, такой вот прям. Все спилили, вот кроме моего дерева, которое прикрывало кепку БКБ, ага. Ну да, БКБ тоже весьма полезная такая штука. Во-первых, против Сайленса, против каких-то сплинтербластов, копий лайнера, который замедляет, кортики квапы тоже замедляет. Окей, слушайте, это вот есть возможность, наверное, сейчас живопи найти, если он ТП не сделает, а он делает ТП, но находят сейчас кепку. И ул, Сайленс, окей, ну это минус кепка, тут уже никуда не денешься, цепаут, ты сделай, не сделай, но не сделай, не сделаешь. Хой, наконец, сейчас вернулся, хелрайзер, только одного отправят, вот в данном случае Рубика, чтобы все-то задэпать. Ну и Сардар тоже присоединяется, даже втроем пошли, Афоня, ну там много крипов, Афоня нужны, нужны, нужны крипы. Нужен фарм, 1800, ну пожалуйста, сейчас можно броню купить, и уже неплохо. О, хорош, по двоим, он долго думал, в итоге Сайленс получил далфон по одному, форстафон тебя назад, и битва не состоялась. Ну там остальные члены команды были тоже крайне далеко, поэтому, ну вот, паузу просят, просят паузу. Хорошо, ждем. Кто на май переспрашивает? Мне вот это вот понравилось, если бога нет, то кто тогда комментирует этот матч, шах и мототеисты? Ага, ну что ж, еще один мем, тупостан, я уеду в тупостан. Слушайте, ну мне нравится ваш подход, друзья, у нас отличное с вами взаимодействие получается. Ну, как минимум, этот вот благотворительный турнир, давайте так его назовем, он приносит радость всем его зрителям. Я думаю, мы ни на секунду не пожалели, что вот наблюдаем уже второй час этого состояния этих двух команд, которые играют так, что приносят нам удовольствие, приносят нам радость, доставляют нам нереальные просто эмоции. И вот мы с грустью думаем, а что, блин, делать, когда игра закончится? Что тогда? Ну, с другой стороны, может быть, кому-то хотелось быть третьей игры, но мы-то с вами все понимаем, что нам третьей игры не хочется. Потому что, ну, третья игра, там оно непонятно, что будет, какой-то другой мод, а тут нормально, каптанс мод был. Выбрали парни всех тех героев, которых хотят, и Банша есть, не видели давно ее, и вот Токторин у нее есть, и Улда. Все прекрасно, давайте выиграем эту вторую карту. Еще 20 минут поиграем, насладимся лотой. Она, кстати, рисует верно, что мы будем делать. Она говорит, мы будем идти вот так, а еще мы будем идти вот так. ПКБ Банша сел. Ну, да. А, хотя нет, ну, вот видите, плейтмейл. Ну, на самом деле, она, наверное, просто возьмет плейтмейл, ну, как это обычно, а дело, да, чтобы чуть побольше было брони, а потом соберет БКБ. Ой, что ты там такое говоришь? Папония, руну богатства он нашел. Ясно. Так, ну, честно говоря, шашел настолько крутой, что заряды в Бладстоуне может тратить только, ну, только он сам. Никто другой, заряды в Бладстоуне не в состоянии уменьшить, как увеличить. КОНТОУН МЕНТОУН МЕНТОУН ХО, ОН bardzo. Как что там, Daroshana, минута остается. ладно джелопи 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 это как-то переводится с английского как так что-то переводится типа камешек там то ли бриллиантик полет какая-то такая хреновинка дорогая полудрагоценный материал в общем что такое ну хотя бритву драгоценный ну в общем ну ко мне даже самому интересно так джелопи ладно потом что там у тимбера тимбера все хорошо ну пока фармин вот видите немножко приостановилась игра у нас но видимо нуждаются команды вот в таком небольшом отдыхе иллюзии накладилась квапа видите тоже себя покупает кираску защищаться этого массового физ урона но вот идут 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 хелрайзерс в атаку не в смоке просто в открытую никого не бояться годным прям вот должен украсть что-то полезное так так кепку цепляет 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 долго думал очень долго думал но я теперь украсть цепляет а ультимейт по году это запустить но заслепали годы могу там все еще живет а там просто пришло разбираться всей команды шашлов и руки своими супер а где же здесь кепку кепку герут кепку убивает кроме там прыгает нападает на андершок андер шоку более два в один пока размер пошло просто тепла аут это делаете и шашлов спасся но погибла и банша и рубен и бэйн хотя вот здесь вот пришел что такое то зачем то было делать не понял я зачем ну так крайне плохо все случилось долго честно говоря рубик там думал и вот под большую опять подстанут банджа потратил мне влетела это было плохо схватая дэмори чтобы быстро вырезать и вот как-то надо ее сейвить нужно какой-то даже пригодился мне пришлось рам она дать как раз он был сыром решение света а египта остается там саму дэлопи Ну, видите, даже стики не получится прожать. Даже стики не прожал. Ну, наверное, сказывается, что давно все-таки они играли в Баншо, и вот Сардар ведь не самый полезный, ну, там, меньше, чем бы на, если что, у него на Творцов. Вот напали, напали, там пока Тимбер пытается отпушивать. Тамбу поставили, ну, сейчас, конечно, отбросится очень быстро там с Вармом Банша, один, второй, третий раз, там он летел, там Дорсальный, ушел, и накричали на Андершок, Андершоку больно, БКБ, Байбинать, прожимает, пошел в атаку, Тимбер прилетет сюда, всех пропустил Тавр, хорошо, сейчас было больно, но Банша там плюется своими Свармами, еще Сварм, ну, Тамбу надо спилить, Тамбу, тут-то уже бьют, Барак уже, Барак убили, да, что ж такое, там, не получается никак забрать, а что больше иллюзий, там она, наконец, закончилась. Но плохой все-таки Кэрри, выбор Кэрри не сам лучший, надо было, наверное, что другое сделать, не Свардара, что-то более, ну, более какое, более, может быть, более мобильное не скажешь, потому что Свардар сверхмобилен, и Спринт у него, и Блинг, и Форстаф, единственное, что БКБ, конечно, сейчас ему не достает, какое, более плотное, там, чтоб не убивали, или там, ну, в общем, сложно сказать, какой Кэрри зашел бы лучше, чем Свардар, но самое главное, что ушать шло уже Огани. Вот опять же солирующий у нас получается герой в команде Hellrisers. В данной игре это Тимбер, ну, вот Тимбер будет очень много дэмоджа вносить, он уже много вносит. Проблема, знаете, с Тимбером в чем, что вот он начинает забирать просто весь фарм у всех, и вот остальным-то членам тоже надо как-то фармить команды. Свардар надо фармить, а что он фармить, Тимбер может так, 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 развили, и хорошо, это был Байд, но Квапа прыгает ультимейч с по Свардар, Свардар развалили, но Огонь сестер призвал, селстры летают, селстры всех убивают, там Шачно пытается там что-то придумать, он забирает, ой, Байд, что-то больно, Байд, Шачно, Шачно уходит, там слишком много иллюзий, после Шачно погоня он тебя юрист, Лопа на ход прыгает, Шачно, Денайт надо на себя, Денайт или нет, все-таки уйдет отсюда, или может быть нет, нет, он Денайт, минус пять. Похоже, все-таки мы посмотрим третью карту, потому что вообще Хеллрайзер ничего не смогли сделать сейчас. Здесь байбэк у Квапы и у Лайнера, у других персонажей байбэков нет, но это мегакрипы, да, 30 секунд, я думаю, под силу разрушил, провернуть. Да, это GGVP. Башня сил тени на верхней линии разрушена. Но, все-таки, видите, одному в доту выиграть крайне сложно, прошли уже те времена, игр собрал все, что комок, у него были все артефакты, но не заехала бандшата, как думали. Победал на Гангспир А7. Ну да ладно, что нам расстраиваться, все-таки третью игру мы посмотрим. Лордар 08.10, вот самая главная причина поражения. Не получилось скомбинировать с Лордаром и Байншоу, Лордар стоял сложно и вообще ничего не наформил. Добито 51 крип. То есть это не Лордар Кэрри, это Лордар Саппорт. Верно, вот у Солина, посмотрите, 89 крипов. Ну я не думаю…